Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень нежный, вкусный и простой в приготовлении творожный кекс. Все продукты обязательно должны быть комнатной температуры. Замешивается тесто очень быстро, поэтому духовку я сразу включила разогреваться до 170 градусов, а также подготовила форму. Она у меня размером 23 на 11 сантиметров. Изнутри смазывала сливочным маслом и присыпала мукой. Также можно просто застелить пергаментом. В миске соединяем 100 грамм сливочного масла, щепотку соли, 150 грамм сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара, а также цедру 1 апельсина. У меня сухая, поэтому добавляю 1 чайную ложку. Также можно заменить на лимонную цедру, а если не любите цитрусы, то просто исключайте. Сначала немного все перемешиваю лопаткой, а затем взбиваю миксером буквально несколько минут. Кстати, за основу я взяла свои бездрожжевые творожные куличи. Если вы их готовили и пробовали, то такой кекс вам точно понравится. Далее я добавляю 3 средних яйца и уже тщательно все взбиваю где-то 3-4 минуты до посветления и пышности. Хочу напомнить, что точный список всех продуктов я всегда оставляю в описании под видео и в конце каждого видео. Не забывайте собирать все лопаткой со стенок в миске, чтобы вся масса получалась однородной. Она вот так высветлеет и хорошо увеличится в объеме. И теперь очередь творога. Я беру 180 грамм вот такого пастообразного, чтобы было поменьше крупинок. Если у вас творог будет рассыпчатым, то тогда его нужно протереть через сито, либо пробить блендером. Конечно, чем жирнее будет творог, тем вкуснее получится кекс. Но в принципе можно использовать любой. Я обычно покупаю 5 или 9%. Хорошо взбиваем миксером еще несколько минут. Должна получиться максимально однородная масса. По желанию в кекс можно добавить немного шоколада. Я беру 60 грамм. У меня пополам темный и молочный. Просто нарезаю ножом на кубики. Также можно добавить какие-нибудь сухофрукты или орехи. Прекрасно подойдет, например, изюм или кусочки чернослива. Но с шоколадом, конечно, получается очень вкусно. Так что рекомендую. По желанию его количество можно увеличить или наоборот уменьшить. Сегодня хочу вам показать новый товар из нашего магазина. Это вот такой вакууматор Avena Compact, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Благодаря ему вы сможете не только продлевать срок хранения свежих продуктов, но и сохранять их вкус и питательные свойства на долгое время. Наш вакуумный упаковщик очень компактный, но при этом имеет мощность 300 Вт. Зачастую даже огромные по размерам вакууматоры не настолько мощные и, соответственно, плохо справляются со своей задачей. Наш маленький, да удаленький. И пользоваться им одно удовольствие. Все, что нужно сделать, это положить продукты в пакет и нажать одну кнопку. Можно применить и режим вакуумации с откачкой воздуха, и просто спайку. Вакуумированные продукты занимают гораздо меньше места в холодильнике или морозильной камере, и плюс ко всему не впитывают никаких запахов. Ну и, конечно же, срок хранения продуктов увеличивается в разы. Также хочу обратить внимание, что наш вакууматор полностью на русском языке, чтобы вам было удобнее им пользоваться и читать инструкцию. Гарантия обслуживания 1 год, а также у нас есть служба заботы. Оставляю для вас ссылку и артикул. Обязательно заказывайте и пользуйтесь с удовольствием. Отдельно соединяем 200 грамм муки и полторы чайные ложки разрыхлителя. В несколько приемов просеиваем и перемешиваем на низкой скорости миксера, если она имеется, либо уже вручную лопаткой или венчиком. Ни в коем случае нельзя долго перемешивать, буквально до однородного состояния. Если перемешивать будете слишком долго, то в итоге кекс получится более сухим и плотным. А еще обязательно попробуйте кокосовый кекс. Он получается очень ароматным, нежным, мягким, а готовится проще простого. В описании под видео оставлю ссылку. Буквально 5 минут и наше тесто готово. По консистенции оно получается вот таким кремовым. Добавляем кусочек шоколада и еще раз немного перемешиваем. Перекладываем тесто в форму и распределяем ровным слоем. Конечно, можно выпекать и маленькие порционные кексы. Заполняйте формочки где-то на 2 третьих и выпекайте чуть меньше по времени. Готовность просто определяйте шпажкой в центре. Можно провести вот такую линию, чтобы кекс тряснул ровно посередине. Выпекаем кекс в духовке разогретой до 170 градусов, ориентировочно 50-60 минут. Все рецепты на моем канале в режиме вверх-вниз без конвекции. Маленькие порционные кексы, я думаю, будут выпекаться где-то 35 минут. Но, конечно, всегда нужно проверять. Мой кекс уже готов. У меня он выпекается 55 минут. Смотрите, какой румяный и ровненький. Конечно, прежде чем доставать из духовки, я его проверила. Шпажкой протыкаю серединку и смотрю, чтобы она была полностью сухой. Если остаются мокрые кусочки теста, то нужно ставить допекаться дальше. А также кекс будет вот так хорошо пружинить во всех местах. Оставляю ненадолго подостыть, чтобы форма не обжигала руки. А затем аккуратно извлекаю. Если смазывать маслом и присыпать мукой, то кекс никогда не прилипнет. По желанию можно присыпать сахарной пудрой. Или, например, приготовить какую-то глазурь. Или растопить пару кубиков шоколада и украсить сверху. Но, на мой взгляд, он получился и так очень красивым. Поэтому я ничего добавлять не хочу. Музыка. 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 Даже если вы не любите творог, все равно приготовьте и попробуйте этот кекс. Он получается супер нежным, очень влажным, ароматным. Кусочек буквально растворяется во рту. Тут еще есть и аромат ванили, и апельсина, и такой едва уловимый вкус и аромат творога. С кусочками шоколада, конечно, получается просто изумительно. С чашкой горячего чая, кофе или молока этот кекс будет просто идеальным завтраком. Творога здесь такое же количество, как и муки. Поэтому получается еще и полезно. По сладости он как раз умеренный, но сладкоежки могут взять и побольше сахара. Кекс прекрасно хранится и очень долго остается свежим. Но если его немножко подогреть, то он будет точно таким же, как сразу после выпечки. Также его смело можно замораживать. Уверена, что вам такой кекс тоже понравится, поэтому обязательно готовьте, пробуйте и делитесь своими отзывами в комментариях. Ну а ваши фотоотчеты я буду, как всегда, ждать в своей группе ВКонтакте или в Инстаграме. Ссылки на все свои соцсети я всегда оставляю в описании под каждым видео. Мягусик. Мягенький. Шоколадненький. Такой, как будто холодненький чуть-чуть, да, того, что влажный. Хотя он при комнатной температуре стоял с молочком. Шоколадненький. Красавчик. Очень вкусно, можно съесть. По сути, там творога столько же, сколько и муки. По-моему, идеальный. Тих-тих. Можно маленький сделать. Вот так, бесподобно. Удачный эксперимент. Ням. Надеюсь, что вам такой кекс тоже понравится, поэтому обязательно готовьте, пробуйте и делитесь своими отзывами. На сегодня у меня все. Благодарю вас за просмотр и желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал.